Компотик уже в третий раз, по-моему, вам ни разу не показала. Просто ягодки замороженные, мандаринчика один-два кидаю, чтобы немножко терпкости было, и всё. Бутылочку переливаю, либо на работу, либо дома пью. Очень полезненько, витаминненько. Только закипит немножко сахарку, чтобы газировку не пить. Так что рекомендую. Очень приятного. Включения, мои дорогие, жду подружек. Вот так вот курочку запекала, порезала. Хлебушек красиво порезала. Что-то тарелочек у меня всего таких две оказалось. Это повод ещё прикупить. Но уже некуда ставить посуду. Листики вот тут наготове. Сейчас пойду на кухню за картошечкой. Ладно, засниму ещё. Дорогие, продолжение этого включения. Вот такая вот фигня. Знаете, очень прикольно. Картошку сварите, когда туда масло, и вот так вот зеленушку туда. Видите, ещё порог идёт. Даже чуть-чуть, капельку, он очень хорошо придёт вкус. Я молодую такую картошку люблю. И вот такую тоже очень вкусно. Она очень аппетитно выглядит, красивенько. И аромат придётся. Сейчас вот это всё закрою. Нужно просто кастрюльку потрясти, и она всё перемешается. Так что вот попробуйте такую картошечку. Очень вкусная картошечка. Это исключения, мои дорогие девочки и мальчики, мои дорогие. У меня их немного, но вы у меня вообще такие молодцы. Постоянные. Спасибо вам. Мариную грудку. У меня обычно, в основном, еда, знаете. Потому что я пытаюсь хотя бы уже не набрать вес. Не то, что похудеть. И свинина, и дорого. Курочку проще купил, пошёл. Ну, грудка, тем более, суховатая. Всегда её мариную. Я карачка тоже мариную, но там больше костей. Тут как бы поменьше. Иногда я филишку беру. В последнее время, вот, что-то, стала брать целую. Это срезала. Косточки супчик сварила. Там небольшой навар. Маленькую кастрюльку мне как раз хватает. Сушёный чеснок беру. Это, конечно, не есть хорошо. Но возьму такой чеснок. Одну-две головки использую. Потом он у меня то засохнет, то, наоборот, загниёт. Сейчас же, тем более, зима. Он же, как бы, не очень там свежий. Поэтому смысл мне его покупать. Чеснок сушёный у меня всегда есть. Побольше сыплю. Аромат всё равно такой идёт от него. Моя любимая французская горчица, знаете. Такая вот она. Как бывает дижонская. Вообще, это зернистая горчица. Вот, она бывает там сразу там с мёдом. Ещё с чем-то здесь, по-моему, мёда нету. Просто горчица и всё чем-то ангалитом. Надо как-то почитать. Если заливаю майонезом, тогда уже горчица у него уже, потому что там есть. А если вот иногда у меня есть йогурт, стараюсь иногда вот такой брать для салатов или для окрошки. Вот сейчас делала окрошку и он вот у меня остался. Если есть йогурт или кефир, то я тогда вот добавляю горчицу, чтобы был немножко привкус. И чесночок. Можно, конечно, лучка добавить. Обязательно много перчу. Видите, уже всё это перемешала. И всё это у меня стоит. Часа два достаточно. Если вам некогда, можете убрать на ночь и утром достать. Ничего лишнего ему не будет. И всё сейчас. Это с картошечкой, как всегда, буду запекать в духовочке. Такое вот очень хорошее, вкусное. Мои дорогие, вот начало нашего эксперимента. Яйца начинают закипать. Видите, таймер такого пока цвета. Потом будем дальше смотреть, что с ним будет. Мои дорогие, я сейчас включу, выключу воду, а то сейчас провороню. Так, видите, вот яйцо уже в смятку у нас готово. Можно одно вытаскивать. А нет, надо дождаться, когда оно дойдёт, наверное, вот до края. Сейчас приготовлю ложку. Я там уже приготовил холодную воду, чтобы сразу его убрать, чтобы вам показать, как оно будет делаться ещё дальше. Так, такой эксперимент. Вот, видите, доходит до полосочки, где написано у нас мешочек. Ладно, не буду отвлекать ваше внимание, уже почти готово. Сейчас я вытащу яичко, чтобы смятку. Мы потом проверим с вами. И потом ещё мешочек крутую уже варить. Ну, похоже, вот уже всё. Мешочек сварилась, отключила я, потому что не видно, и пар идёт. То яичко у меня уже лежит. Хотелось, конечно, ещё сварить бы и вкрутую, но я вкрутую не люблю и не буду варить. И время ваше застрелить. Проверим по времени. Мне показалось немножко дольше варить, чем я засекала. Вот, по времени сравнила. Будет время, потом сравню по времени. Сейчас быстренько его перекладывают. Дорогие, очередное включение. Вот, действительно, получилось яичко. Ой, блин, зря я его почистила. Ну, вот видите, это вот коричневое было. Я его варила в смятку. Мне прям повезло, что у меня осталось одно белое яйцо. В прошлого раза. Вот эти я купила коричневые. Уже не стала, говорю, в Командоре брать, что они там плохие. Это яйцо действительно получилось в смятку. Это действительно мешочек. Я, оказывается, не люблю в смятку. Я люблю в мешочек. Ну, в смятку, просто если бы его сильнее поварить, может быть, оно бы было и ничего. Все, вот когда вот такие сопельки, я не очень люблю. Сейчас я вам от этого, чтобы не быть голословленным, что это яйцо в смятку, действительно. Варю спагетти тут уже и вам сразу снимаю. Пока думаю, что пока с вами болтаю. Ой, в руку поставила. Пока с вами болтаю, чтобы сразу вам тут и показать. Вот яйцо в смятку. Всем амбинно. Вот видите, яичко в смятку. Так что таймер работает. С ним ничего не случилось. Вот он. Он не потемнел, ничего с ним не сделалось, никакого запаха не было. Так что вот. Потому что вот бывает включишь и кипит там сколько-то минут, потом переварится, когда сильно. Я не люблю переваренные яйца. Если их вы любите, конечно, это может быть баловство. Но вот чтобы сварить в мешочек, это очень нужная вещь. Потому что все время эти минуты забываю. То ли, думаю, 5 минут, то ли 3 варить. Все время смотрю в интернете, трачу время. Так вот положил в стол, кинул и все хорошо, замечательно. Так что кушайте яички, варите по таймеру, варите без таймера. Приятного аппетита. Не буду уже делать меню дня. Вот варю спагетти, курочку мариновала. Курочка получилась вкусная. Просто фоточку вам ставлю, что буду сегодня на обед спагетти. Вот яички сейчас придется кушать. В общем, приятного еще вам и аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Слоники и клеточки, постоянный ассортимент магазина. Вот такие вазочки всевозможные. Новые маленькие по 77, вот эти большие по 199. Опять привезли копилки, они уже были, но я не стала набирать. И вот этот котенок по имени Габ, как я его называю, один одинокий стоит. У меня уже есть уточки, еще садовые фигурки, кроликов опять привезли. Очень новые такие интересные утятки, у них шапочка из ткани и цветочек. Вот ароматизаторы по 99, но они 50 миллилитров. Свечи всевозможные, такие вот какие-то новые свечи, жестяные коробочки такие были, но были, по-моему, они с другим принтом. Подсвечники, вот такие новые фигурки милашные привезли девчонки, но я уже воздержалась. У меня уже всяких каких только нету. Купила вот птичек, конечно, потом вам покажу. Они вот тут вот серединки две стояли, такие котяшки прикольные. Всегда вот эти всякие цветочки-звездочки. Вот эти светильники светодиодные, но меня как-то они не впечатлили. Мне больше понравились фламинго, которые были пластиковые. Все-таки вышивка появилась, девочки, всевозможные. То у нас обычно были только цветочки и горшочки, теперь и котята, и чего только нет. Но мне вот как-то некогда вышивать, и у меня со зрением проблемы. Любителям вышивки все возможные, очень-очень много появились этих разных вариантов алмазной вышивки. Такие интересные юбки под кожу, юбки вот красненькие. Ну, конечно, такая одежда, она на любителя. Может, у кого-то там денег нет, у кого многодетные семьи, может, что-то и можно. Вот детские вещи, кстати, в экспрессе очень даже неплохие. Взрослые, конечно, как-то вот такие брюки вот интересные. Я не знаю, даже не представляю, как они будут сидеть. Три кошки там по 200 рублей вот рядом лежат. Ну, в принципе, их и на рынке можно купить. Табуреты вот эти привезли по 199 рублей. Ну, я так посмотрела, знаете, у нас по скидке можно эту буретку деревянную найти за 300, за 350. Поэтому, я думаю, это фигня. Если только куда-то возить с собой на дачу контейнеры, кронштейны для ванны, это очень хорошая вещь, в принципе, и в Галамарте по такой цене можно купить. Но если бы вам попутно, почему бы и нет. Всевозможные всякие пакеты, контейнеры. Вот такие детские, я вам уже говорила, вещи. Юбочка детская понравилась. Прям вообще такая шикарная. С карманчиками разных расцветок. Еще вот та, которая синяя, с какими-то там точечками. Ну, прям вообще милота. Доброго всем денечка, мои дорогие, уважаемые подписчики. Очень вас всех рады приветствовать на своем канале. Кто еще со мной не знаком, меня зовут Жанна. Так вот, поменяла вам немножечко композицию. Поставила котиков. Что-то я только не помню в прошлом видео. Я уже про это говорила или нет. Все, что извиняюсь. Хотела пересмотреть видео, я не пересмотрела. В общем, пока что меня тут радуют котики. Такие, по-моему, тут только у меня вот здесь что-то другое стояло. Сейчас я решила поставить подсвечник. Точно врать не буду. Может, здесь лазочка стояла. Такая вот открыточка. Аня Анлика канал называется. Девушку зовут Анна с Москвы. У нее трое деток. Она сейчас каналом сильно не занимается. Но я, наверное, сейчас ставлю вам такую мини-посылочку. Сняла опять как-то неаккуратно. Не умею я эти 7 распаковки. Это опять начнут писать. И она сказала, не обязательно меня рекламируют. Все равно каналом не занимаюсь. Я ей давным-давно посылала летом посылочку. В прошлом году. Давным-давно в прошлом году. Она как раз там переезжала. На даче жила. Не было интернета. Потом настраивалась на работу. Деток переводила в другой район. Это все суматошно было. И, в общем, вот она мне сейчас собрала посылочку. Я такой ускоренном вариантике вам ее покажу. Это так очень приятно. Девчонки, волнительно. Дружите, знакомьтесь. Посылайте друг другу подарки. Девчонки некоторые вообще, конечно, могу сказать, просто сумасшедшие. Такие подарки там посылки друг другу дарят. У меня, честно скажу, нет возможности. Как бы сейчас такой сильно присылка, во-первых, дорогая. Ну и как бы особо уже сильно нечего дарить. Я его нам уже сильно не занимаюсь. С Фикс Прайса, только если что-то там покупать. Но все равно, как-то, по минимуму, что-то кому-то делать. Еще у девчонок вам ответ надо тоже посылочки отправить. Сегодня будут небольшие покупочки из магазина Фикс Прайс. Кому неинтересно, в моем оболке меня можете перелеснуть. Вначале вам поставлю полочки. Потом в конце, наверное, посылочку. Что-то еще. Потому что сейчас как бы немножечко стараюсь сильно не тратить. Только вот захожу, смотрю, что прям сильно необходимо. Сейчас еще немножко отвлекаюсь девочки. Вот в Фикс Прайсе тоже есть такие следочки, но другой фирмы. Они стоят большой размер, 77 рублей. Размер поменьше, который пишет 37-38, они вообще маломерки. Я уже не говорила. Еще раз повторюсь, они вот даже на дочин 37 размер не подходят. Они сваливаются. Тем более, когда их одеваешь в слепоны, эти носочки, следики, они там соскакивают. Поэтому вот я еще раз, я уже вам показывала в каком-то видеоставочку. Сделала, распечатывать не буду, купила дочи. Вот у нас магазин Батон. Может у вас в каких-то тоже дискаунтерах, пятерочках, может в лентах еще есть. Так что обратите внимание, вот 40 размер написано, с 37 по 40. Вот они как раз на женский размер. И стоят всего 49 рублей. Вот я пары купила дочи. Сейчас себе серое взяла, потом еще возьму со следующей зарплаты. Сейчас 2 ванны, зарплату еще куплю. Так, что я купила в фейкспрессе. Так, купила плавочки. Не буду трясти, просто вот такой цвет. Покажу, что вот эта резиночка очень удобная. В прошлом ролике я подробно о них показывала. Брала другие, уже черных не было. Появились белые, но горошек. Думаю, как-то если там белые брючки какие-то у меня двое есть одевать, то они будут просвечивать. Будет некрасиво. Не стало пока брать. Еще одно отличение в магазине. Новокс тоже вот у нас есть. Он похож на ваш магнит косметик. Кстати, у нас тоже вроде говорят открывают магнит косметик. И пятерочки. Ну, где-то тут далеко. Но я все равно как-нибудь съезжу. 26 рублей по акции. Там вот не знаю, там вонки видно. У меня висит синяя стрекоза. Вот такая стрекоза. Ну и взяла еще такую. Сюда можно куда-нибудь приделать. Такую вот бабочку тоже по акции за 26 рублей брала. Люблю я бабочек, стрекозок, всякие такие красотульки. Кстати, еще говоря о посылочках. Еще раз извиняюсь, кому не интересно пролистывать. И скоро еще будет немножко фикс прайс. А и в начале будет сам фикс прайс. Полочки покажу. В магазине на Чертегашево, девочки, кто с Хакасией. Там уже очень много всего к Пасхе. На Центральном рынке я в прошлый ролик снимала. Там было очень много, мало товаров к Пасхе. Может подразобрали. Завтра пойду поснимаю хотя бы полочки. В общем, я заходила. Я же знаю этих имидж. А, еще о подарках мне Юля Юлак. Она называется. Собирается прислать велосипедики. У нас их так больше не было. У них до сих пор вроде как они есть. Или она для меня купила. Я пока в контакт зашла. Некогда даже зайти в контакт. У меня на компьютере, на телефоне нет. И поэтому не видела сообщения. Так. Я заходила по очереди, покупала по одной-две покупки. Мне было сделать 4 покупки, чтобы потом пятую сделать. Чтобы там двойные баллы были и 25 баллов, чтобы начислили. Ну, пока не стала тратиться. Много чего хотелось купить, но не стала. Ну, вот не могла удержаться такого таймера. Тем более, я потратила баллы. Значит, получается, таймер стоил 55 рублей. Или там сколько-то, 53. И 26 рублей с меня списали. 26 рублей я отдала. И баллами списали тоже 26,50. Вот. Получается вот такой таймер для варки яиц, девочки. Да, 23 рубля, получается, уже у меня посчитала. Считаводка серая. Вот. Так что вот. И у меня вот написано, что еще осталось 123 балла. Я же ходила на двойные баллы. Вот баллы копились. Вот. Очень выгодно. Приобретайте карточки, копите баллы. Низко может баловство, не знаю. Но я очень-очень люблю яйца в смятку. Крутые. Вообще практически не люблю даже в окрошку. Вообще яйца плохо емут. Только глазунью или в смятку. Яйца вот крутые. Вообще не люблю. Вот эти желтки. Такой вот переваренный желток. Я вообще не могу. В общем, вот так вот тут все написано. Фирма наша Kitchen. Вот здесь вот еще есть, кому-то какая-то информация интересная. В общем, вот видите, варятся яйца. И вот тут показывают смятку. Мешочек крутую. Голосок еще хрипит. Извините. Не взяла воды, как всегда забываю. Поместите таймер в ту же посуду, где будут вариться яйца. В процессе варки таймер начнет менять цвет от внешнего контура. Степень готовности есть. Можно определить по достижению контуром определенного деления. В смятку мешочек либо крутую. Повторила я вам. Вот видите, сейчас я его я тоже открыла. Вот такие тут деления. И вот видите, видимо тут что-то будет темнеть. Или что-то постараюсь сейчас заснять. Хотя не хотела яйца варить, но сварю. Конечно, как-то так страшновато в яйца ложат. Ну хотя, как вот я варю яйца, там и бывает, и всплывают они. Потом такой штукой покрывается. Надо, кстати, вставочку сделать. В Командоре у нас яйца по акции. Вообще сейчас не беру. Они тем более еще... Дочь мне все, бери большие, бери большие. Что ты 5 рублей не доплачешь, зато самого белка мало. А я белок особо тем более не люблю. Яйца редко кушаю. Но надо кушать яйца на работу. Вот другой раз беру. В общем, яйца такие, знаете, как рыхлый белок получается. И мы теперь с ними по акции не берем. Особенно в Командоре яйца. Потому что, видимо, они просрочены, и они их начинают по акциям ставить. Ну, это как и везде. А яйцами очень сильно можно отравиться, поэтому опасно. В общем, кидаете, и они там начинают темнеть. Постараюсь сейчас сварить яйца и ставить сюда. Разрежу на этом месте видео и ставлю. Правда, я не всегда исполняю свои обещания, девчонки вам. Так, потом я увидела... Кстати, он там был последним. Я его спрятала, потому что я увидела вот этих двух милых птичек. Их тоже было там всего две. Галинушка с Красноярска. Привет тебе. Подписчица у нас есть у меня. Оля Фео, Олечка, Кишутова. И вот как бы не знаю, может, еще у кого-то. Но вот у нас у троих она точно. Мы как бы тоже общаемся. Пишет тоже там ВКонтакте. Вот она сейчас специально завела страницу, чтобы общаться с девчонками. Ну и меня нашла. Вот такие. Она говорит, купила белых птичек. Тоже к ним привезли. Я заходила, когда в Национальный дом, там не было. Тут зашла птички. Я, значит, вот Амир припрятала птичек, пошла этих, купила двух штук. Ну, думаю, раз у меня много баллов, думаю, значит, я куплю птичек. Купила птичек. Вот таких вот. Вот они будут очень мне тут хорошо гармонировать. Следующую композицию сделать птичками. Тем более Пасха скоро. Здесь вот, правда, немножко неаккуратно. Но вот это все место заклеено. Поэтому, девчонки, вы не увидите, как тут все сделано. Но оно стоит нормально. Не мешает. Вот видите, я поставлю вам сейчас. Как бы ничего страшного. Очень удобно. А это вот хорошо, с одной стороны, дырочка, что оно легкое. Вот эти вот они легкие, не тяжелые. Так, вот девчонки, такие птички у меня будут красивые. Они с кисками будут хорошо смотреться. Так, я их, кстати, доломит. Просто он такой, девчонки, знаете, доломит покрыт. Такой, скажем, глянцевый доломит. Очень мне нравится. Вот почему-то горшки в Экспрессе не покрывали раньше глянцем. Сейчас стали покрывать. Они мне не нравились. Я их и не брала. У меня нет, не было. Но, как бы вообще в магазинах такие вот штучки. Они идут из керамики или из какого-то материала, как покрытые глазурью. Вот под гжель что-то. Они дорогие, потому что, может, что они не из доломита. А вот этот доломит и покрыт глазурью. Он очень красиво смотрится. Дорого, как вот эти аянсовые статуэточки, покрытые глазурью. В принципе, нормальные 77 цена. Нормально, как бы по 99 были поменьше фигурки. Или такие же. Так что вот очень прям я рада. Тем более птичек у меня вообще нет. У меня нравится. Я Олечки, я много видела всяких птичек. Вы перекрашивали пластмассовую птичку. Мне она не нравится. Она такая получилась, как пористая, как глиняная. Вот я ее потом хочу еще золотом покрыть. Раз теперь у меня есть или серебром белые птички. Теперь тех серебряных надо сделать. Посмотрите, какая милота, девчонки. Я не могу прям. Ну, как я могла пройти мимо? Ну, тем более потратила баллы. Так, если у меня списали 150 рублей, так, видите, 77 рублей списали. Потому что я списала баллы. И вот мне пишут, значит, сделайте еще две покупки и получите в два раза больше баллов в этом месяце. Вот я купила птичек, потом купила этот таймер. Мне написали, сделайте еще одну покупку и получите. И вот я купила трусики. Купила, написано, сделайте еще одну покупку и получите в два раза больше баллов. Вот я сделала покупку еще таймер последнюю. И вот как раз я его, вот у меня теперь следующая покупка будет двойные баллы. Ну, пока ничего не стала брать. Трусики тоже 78 рублей, половину баллов, больше половины нельзя списывать, 38,50. Как бы в итоге, получается, я немного потратила денег, а на самом деле больше получилось. Так что вот такие были мои небольшие покупочки из магазина Фикс Прайс. Не стала специально там что-то скапливать, потому что нужно показать вам посылочку от Ани. И может что-то из готовочки, память переполняется в телефоне, и нужно все освобождать. С Таиланда там еще не показала, по-моему, как кормила обезьянок. И одно видео с обезьянкой почему-то у меня в Инстаграме сохранилось. Девочки, проходите мой Инстаграм, у меня в Историях там есть. Даже если я его не зарегистрирована, там как-то можно все равно зайти по ссылке, посмотреть. И можете посмотреть там в Историях у меня сохраненные видео, как обезьянка меня, когда я рукой махнула, она прям меня шикнула так. Ну не больно, но шикнула, предупредила, что не лезь ко мне. И вот стоит открыточка от Анечки, тоже радует глаз, она вот мне написала пожелание. Так что вот, мои дорогие, это так все приятно, такие приятные моменты. Не забывайте подписываться. Всем спасибо, кто давно со мной. Немного новых тут у меня очень появилось, тоже иногда заходят. Всем-всем спасибо, всем очень рада. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. До новых встреч, пока-пока, Ваша Жанна. Пока-пока-пока-пока-пока. Так, мои дорогие, мне пришло вот такое огромное посылище от Аночки Анлики. Ссылку на канал оставлю в описании. Боюсь не испортить распаковку, но Аня у меня такой давнишний друг, она не обидится. Вот тут уже начала ковырять, чтобы Ваше время сильно не заострять, еще не видела, не знаю, что там. Она мне написала, Жанна, тебе посылочка вроде как должна прийти вчера. Ну, я сегодня садим прошарилась, пошла купить продуктов немножко подальше там возле почты у нас. Ну, и думаю, зайду посылку получу. У меня полный пакет, это еще такая посылища, я вообще в шоке. Ну, я ей говорила, Аня, я ей посылала как-то давно посылочку на день рождения. У ней там переезд был, работы не было, туда-сюда, ребятишки. Сейчас вот она работает, и она мне, представляете, такую посылищу. Я, по-моему, маленькую ей посылала, мне уже прям неудобно. Леночке первую тоже надо посылку отправить. Леночке был ответ, тоже отправить, там тоже она мне большую сильно присыла. В общем, сейчас я, а уже, наверное, открыла, девчонки. Они же сейчас легко эти посылки открываются, чтобы мне тут уже видео потом не прерывать. Блин, так запечатывают все. Что-то как-то все, кажется, уже распечаталась. Нет, сейчас я отключусь на... Дорогие, еле разобралась с этой коробищей, так все упаковано. Кое-как тут распечатала, сейчас это будет показывать. Тут, конечно, Анечка бумажек наложила, чтобы... Так, тут какие-то, короче, инструкции у меня. А, Анечка же у нас врач, и она мне какие-то брошюрки, смотрите, положила. Потом сейчас я это все, короче, вытащу, девчонки, и потом буду вам показывать. Ну, либо сразу, я не знаю, как, ничего не видно. Короче, сейчас я папу все это повыложу вам в газетку, потому что мы ничего не видели, вы видите, все запечатала. О, какой-то блокнотик, и коробочка уже я подглядела, где-то у нас маленько. Так, папе-как, наверное, раскуйся на шкале. Так, ой, сколько всего, девчонки. Так, сейчас мы это все с вами вывалим, и будем глядывать. Так, 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 ой, ой, ой. Там еще на дне тоже что-то все по глазам. Потому что я Анечке спрашиваю, а пока Анечка у нас сворачивается, что же мы с вами своротили там. Ой, карпец. Так, с меня такой же кнопчик, знаете, горе-чудо. Так, вот такая, короче, революция у нас получилась, девчонки. Так, совсем по порядку. Так, это коврик на посуде, по ходу действий, да, с фикс-прайс. Словые коврики привезли. Кстати, для съемочек будет красиво так что-нибудь снимать. Идут мои, можно. Они как коврик использовали, по ходу. Так, нужная вещь в доме. Так, дальше что у нас пришло. Так, 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 так. Я не завернула, потому что дорога длинная. Так, тоже такой набор подарочный, по-моему, тоже с фикс-прайс. Я себе такую не покупала, мне так нравится это зеркальце. Теперь у меня будет зеркальце и расщеточка. Так, ну, все, наверное, знаете, именно заострять внимания не буду. Так. Чтобы вас сегодня не приходит. Так, пожалуйста, немножко вот такой набор тоже мне очень нравится. Тут мылка и, по-моему, полотенчика идет. Ага. По-моему, оно еще такое, знаете, спрессованное, потом оно разветывается. И оно, по-моему, становится большое. Брать не буду, потом, если что, буду. Какой-то, это сегодня подарочек. Ну, да, вот это. Так, вот такое мыло прикольное. Кстати, мне, ну, под обережком его дарило. Мне очень нравится. Оно пахнет так вкусно. Я его положила, чтобы пахло. Чтобы было какое-то шоколадное, а это кофе. Тут, по-моему, еще какие-то наклейки. Это уже или Аня наклеила, или было так. Прикольно такое. Ручуное мыло. Ммм. Ой, вообще, сижу, я не могу. Мираж, что у меня уже были на гости, уже немножко прошли. Так, вот такие свечки классные. Серебристые. Я люблю все серебристое. Пригодятся в хозяйстве. Вот. У меня золотистые, кстати, такие, по-моему, где-то были. Видите, в чем я обалдеть. Свечки, вот эти, они вообще долго пахнут. Они такие классные. Так. Так, ладно, сушечку. Скоро. Берут бы измельцами не хватит для моих шоколадных. Все, разворачиваем. Так. Это. О, кстати, я хотела сколько раз попробовать. Крапива, их мельцы, братцы, для подпадения волосы. Теперь попробую. Все думала купить, не купить. Жалко мне было денежку. Вот теперь попробую. Все смотрела на меня дома. Я просто забирала. Ой, девчонки, это так приятно получать посылки вообще. Такая ухина. Ну, только я встала дына, и мне надо обязательно что-то запитать. Про этой одиночке перо. До сих пор еще не открыла. Крем для рук всегда нужен. Вилсу мне фирма нравится. Классный крем для рук. Так что. Сейчас пионом. Упион вообще обожаю. Ммм, пустота какая. Так. Что тут у нас так? Что-то у нас же выпало. Ой, тяжеленькое что-то. О, девочки. Вот такой красивый упаковки. Я что-то не видела даже такие. Представка под горячее. Прикольно. Ой, какая яркая. Вот эти обалдеть. Я же люблю такое все яркое сорока-ворона. Я, кстати, розово-селеневый цвет в одежде стесняюсь. На сидела дома. Где-то что-то люблю. Она такая наитая, на веревочке. Ну, вот все. Тоже, кстати, я все на нее везде оглядела. Мне жалко было денег. Солочка. Вот я. Ой, когда ее мне так подставят. Ой, смотрите, девчонки. Она с обратной стороны пробковая. Ее даже можно и с двух сторон использовать. Здесь вот можно просто кружочки ставить. Вот это убрать. А вот здесь вот хайтотерамическая. А сюда горячее что-то можно ставить. Ой, все в подарках. Так, все в подарках. Так, что тут еще? Тут еще что-то маленькое. Наверное, магнитик, я так подозреваю. По мне уже в 10 минут. Смосковый с ним не будет. Да, магнитик смосфойт. Но у меня, по-моему, немножко другой. По-моему, тоже кто-то из девчонок. Это Аня, кто-то там присылал. Сейчас посмотрим, если другой. А если два, то, может, дочь ей подарю. Красный магнитик. Вот. И пожелание Анячка тут мне написала. Не буду вам показывать. Вторичная анамника. Очень рада, что у нас... Ютуб нас с тобой познакомим. Так, вот. Так, я проберю сейчас. Так, что тут у нас еще? Так, что тут у нас еще? Оля, е-е-е-е. Так, это, по-моему, тоже полотенца. А это лепестки роз. Полотенца всегда в хозяйстве нужны. А это вот я люблю вам принимать. Обязательно. Я, по-моему, такой уже где-то пользовалась тоже. Фирму вот это везла. Вот тоже обязательно используем. Красота. Так. А вот это вот. Так. О, девочки! Я же не купила сверху светильник. Интересно, Аня в Галамарте или где-то его покупала? Я не помню, чтобы у нас в экспрессии они были. Аня в Галамарте сходила, чтобы была реклама, что будут такие светильники. И что-то я на эти не сходила никогда не было. Так. Ну, без батареек, естественно. То есть батарейки вставлю, потом я буду ролик делать и покажу. Светильник сердца. Ну, вот его на стенку надо вешать. Ну, в принципе, можно и так куда-нибудь поставить. Подставочку придумать. Вот все, я теперь вся светильника. Вообще обалдеть. И. Пакет такой вот, вот эта сильная ленка. Так, чай. О, девчонки. Чай Теркис. Я у нас такого не видел, кстати. С Барбарисом. Барбарисовая мелодия. Вот видите, Анечка, наверное, подсмотрела, что у меня такого чая нету. Я всякие чаи же показываю, хотя и некогда смотреть. Может, просто так совпало. Барбарисовый чай я ни разу не брала. Барбарисовый очень вкусный, мне нравится. Я люблю такие всякие чаи. Особенно пирамидку эту не наладил. И, конечно же, конфетки. Как же без конфет. Жанна, сладкоежка, сладкая женщина. Девчонкам кто-то послал, это писал. Москва. Я люблю коробочки собирать. У меня, кстати, есть коробочка с Новосибирской. Красный Октябрь. Конфетки. Рецептура. Московская, кондитерская. Так, мягкой карамели и шоколадная. С корпусом до мягкой карамели. Ой, наверное, что-то вкусные. Сейчас я так не распечатаю тут, потому что запечатаю. У нас же есть ножницы где-то. Ага, ножниц уже где-то нету. Короче, я вам, девчонки, следом буду показывать. Сейчас тоже в этот же ролик ставлю. Анечка, надеюсь, не обидится, потому что все равно не смотрят отдельно посылки. А так, как бы заодно и мой ролик, и посылка, и Анечке хорошо. Хотя ее, в принципе, рекламировать не надо особо, потому что она так занимается, она у Машки канала, но это не некогда. Так уже бросать, не бросает, что-то там понемножку снимает, снимает некогда. У нее трое деток. Она врач. Актер Молок. Лазной врач. Вот такие вот смонфетки. Вкусняшки. Так, коробочка самая главная, какая красивая, гламурная. Все, это я, естественно, с сахарами уже буду что-нибудь складывать. Ну, вот такой комплект как может получиться. Так, оставить. Так, ну, вроде все, ничего не забыла. Анечка, спасибо тебе, моя дорогая, огромная. Прямо удобно. Потратилась ты. Ну, это очень так приятно. Дарите друг другу подарки, делайте приятные друг другу. Спасибо, моя дорогая, еще раз. Так, дальше, наверное, будут покупочки из магазина Фикс Прайс. Пока.